Так, ребятушки, всем привет! В общем, у меня практически каждый день, либо в личных сообщениях, либо даже в Инстаграм, либо в Телеграм, пишут с одной и той же проблемой. Что мне делать с синим экраном, когда у меня выскакивает синий экран? Бывает, что он через минуту перезагружается, компьютер, бывает, что он висит, и ничего с ним делать нельзя. Давайте здесь я раз и навсегда покажу, что нужно сделать с синим экраном, причем неважно, ты компьютерный мастер, и ты 20 лет этим занимаешься, либо ты школьник, 12-летний, ты ничего не знаешь, не умеешь, действия абсолютно одинаковые, потому что что компьютерный мастер, что этот школьник будет делать абсолютно одинаковые действия. Сейчас пошагово я покажу, что нужно сделать с компьютером, с ноутбуком, кстати, тоже одинаково, нетбук, компьютер, моноблок, вся фигня, которая работает на Windows 10, 11, 7, 8, одинаковые действия. Просто досмотрите роли до конца, и вы сможете понять причину, почему у вас это выскакивает, и, соответственно, дальше уже устранить. Погнали, подлетаем, у нас есть наш ноутбук, собственно, что нам нужно сделать? Нам нужно зайти в любой браузер, и прямо где-нибудь здесь, либо здесь, особо разницы нет, пишем, можно по-русски, можно по-английски, я пишу по-русски. BlueScreenView, это специальная программа, с помощью которой вы можете посмотреть, какие синие экраны вообще были когда-то на вашей операционной системе. Заходим на официальный сайт, разработчик NIRSOFT, собственно, выбираем данную ссылку, так, листаем практически до самого низа, здесь есть вот такая вот замечательная ссылка. Нажимаем на нее, и у нас скачивается вот такой архив. Открывать его не буду, потому что он у нас уже есть на рабочем столе, вот он, скачан архив, разархивируем его, и у нас получается вот такая папка. Открываем ее, и есть вот такое замечательное приложение, BlueScreenView. Собственно, на данном ноутбуке у нас за все время, как вы видите, было три синих экрана с разными ошибками. 0xD1, 0x3B и еще один такой же 3B. Проблема была с каким-то драйвером. Соответственно, что нужно делать, когда вы видите эту ошибку? Все максимально просто. Опять-таки, идем в Яндекс и вбиваем. На самом деле, эти действия, именно поиск ошибки и вбивание ее в интернет, будет делать как компьютерный мастер с опытом 20, 30, 40 лет, там, неважно, так и школьник. Потому что, по факту, синих экранов очень большое количество, и этих ошибок просто нескончаемое множество. И каждый компьютерный мастер наизусть все эти ошибки никогда у себя в голове держать не будет. Поэтому он точно так же будет вбивать в интернет данную ошибку и искать решение проблем в интернете. Давайте посмотрим, что, собственно, данная ошибка значит. Можете вбить, если быть точным, давайте у нас Windows 10. Вбиваем Windows 10. И открываем первые попавшиеся сайты. Окей, открываем второй. Как исправить? Собственно, читаем. Скорее всего, здесь пошагово, на самом деле, есть инструкция, что нужно делать, чтобы убрать данный синий экран. К примеру, проверить оперативную память. Собственно, как-то так. Я надеюсь, что все ребята, которые будут мне писать, я буду отправлять данное видео по четкой инструкции, и они будут самостоятельно находить проблемы со своим компьютером синим экраном. Удачи!